Когда мои пациенты проходят прайм-тест, то есть они сдают 10 кубиков крови из вены, мы их раскладываем на 150 продуктов, на такую интересную панельку, и у нас взаимодействие нашей крови, которая содержит определенные ферменты, с химическим веществом продукта, когда они спрашивают, это гречка вареная у вас на гречку вареную тест или на гречку сырую? Я говорю, это у нас на химическое вещество, основное действующее вещество гречки, основное действующее вещество огурца. Вот эта реакция взаимодействия показывает, насколько активно у нас переваривается пищевой продукт, данный у данного человека, и только у него в соответствии с его ферментами, на слизистый желудочно-кишечного тракта. Почему меня спрашивают, Ольга Ивановна, вы, наверное, по блату себе прайм-тест сделали, вам все разрешено? Нет, ребята, если у нас хорошо переваривает пищевод, если у нас достаточно соляной кислоты, достаточно желудочного сока пепсина, если у нас достаточно кишечного сока, а также ферментов поджелудочной железы и желчи, то будет перевариваться все. Или как я в своих стихах читаю, «Коль ты не псих, и желчь течет, клади тогда, что хочешь, в рот». А коли псих, то жди в ответ, пойдешь надолго в туалет. То есть нарушение рефлекторной деятельности, которое происходит в дискинезию желчеводящих путей, переливается, нарушает выведение ферментов. Так вот, в норме людям можно кушать разнообразно много и всего, пока переваривает его тело. Если происходит нарушение переваривания продуктов, то у него, значит, есть какие-то проблемы в определенных клетках, вырабатывающих ферменты. Вот в данном случае у нашего пациента на 90% снижает иммунитет табак, дрожжи, душица, мята, грибы, крабы, как ни странно, лосось, который нам везде рекламируют, практически никому не идет, чай с шиповника этому пациенту не идет, и шоколад. Мы говорим, что в данный момент у него не хватает ферментов для переваривания вот этих продуктов. Поэтому эти продукты, которые на 90% разрушают иммунные клетки, ибо непереваренный продукт является как питательным веществом для нашей микрофлоры, которая размножается, чем больше мы не перевариваем, тем больше микрофлоры у нас есть. Либо у нас непосредственно непереваренный белок продукта разрушает иммунную клетку, а в иммунной клетке у нас находятся самые сильные ферменты, и эти ферменты начинают разрушать свой организм. То есть мы говорим, аутоиммунные процессы запускаются прежде всего, если мы имеем четвертый красный квадрат, вот эти вот продукты, и у нас эти продукты разрушают собственные иммунные клетки, тогда эти ферменты, которые освободились при разрушении иммунной клетки, они начинают процесс аутоиммунный, самопереваривания своими ферментами, разрушенными в результате нарушения переваривания. У данного человечка у нас на 50% разрушают иммунные клетки, так как этот тест очень давно уже изобретен. Тером Рандельфон – это аллерголог, который определил, как продукты взаимодействуют с нашими ферментами в плазме крови, а мы с вами алтесты, ферменты печеночные определяем в крови, это называется определение печеночных кровь по крови, и мы тоже берем кровь из вены и определяем тогда, как переваривающая способность идет. Вот в данном случае у нас оливки, кстати, очень часто продукт, который не подходит, практически никому оливковое масло, оно раскручено, это маркетинг у нас сработал, вероятно, по оливкам. В данном случае у нас виноград, тоже не подходит, арахис, перец, чили, кофе, куриные яйца, черный и зеленый чай, кленовый сироп не подходят. И что самое страшное, что мы можем определить с вами по прайм-тесту, это продукты, которые увеличивают наклонность к тромбозу. И посмотрите, что это за продукты. Пшено, казалось бы, настолько продукт нейтральный. Пшено у меня в белой зоне. А у данного человечка нет ферментов для переваривания пшена. У данного человечка нет фермента для переваривания нектарин, киви, малина. Посмотрите, что происходит. Мы думаем, что малина, и все так думаем, разжижает кровь, как и аспирин. И у большинства так и происходит. Но у данного человечка нарушено переваривание малины. И вот непереваренные продукты, чем больше их накапливается в плазме, тем больше тромбоциты начинают склеиваться. Поэтому повышение наклонности к тромбозу у данного человека происходит из-за меда, тростникового сахара, розмарина, грецких орехов, а у меня они в белой зоне, я их могу кушать, из-за малины, киви, пшена и нектарин. Эти продукты мы с вами, которые относятся к первой красной или зеленой зоне, те продукты, которые у нас относятся к четвертой зоне, то есть на 90% разрушающей, мы с вами убираем четвертый и третий квадрат, и первый квадрат надолго. Что же у нас остается кушать? Тем и хорош прайм-тест, что мы человека не оставляем голодным. Мы выбираем на момент болезни продукты, которые перевариваются полноценно нашими ферментами, давая возможность восстановиться слизистым желудочно-кишечного тракта. И получается, что у нашего товарища реабилитирован, между прочим, картофель. Говорят, картофель не подходит. Я говорю, это надо еще посмотреть, на какую слизистую мы этот картофель кладем. В данном случае у нас в первый и пятый день ротационная диета, мы этому товарищу можем позволить кушать картофель в любых его вариантах, пюре запеченный. Так как у нас подходит кокосовое масло, мы можем картофель делать отварным лучше всего, но в крайнем случае мы можем и на кокосовом масле его обработать. Очень интересный вкус у картофеля на кокосовом масле. Этому товарищу подходит хорошо редис, укроп, аспарагу, спаржа. Вот это у нас питание в ужин в первый и пятый день. На завтрак мы предлагаем ему овес, каша на воде или кокосовом молоке, или блинчики и оладьи из овсяной муки. Мы вообще с вами забыли, думаю, что только с пшенной муки и пшеницы. С пшеницей у нас готовится все в виде оладьев, а у нас есть еще и рисовая мука, у нас есть еще и мука из гречки, поэтому мы можем готовить блинчики, оладьи из этой продукции. И вот на кокосовом масле приготовленные овес из овса блинчики для этого товарища подходят. Обязательно на второй день мы должны с вами делать, если в первый день животного белка у нас допущена у человека утка или океанический окунь, то на следующий день у нас должен быть либо день растительного белка, либо вегетарианский. То есть мы даем возможность полноценно перевариться утке океаническому окуню. Значит, следующий день у нас с вами будет кабачок утром или котлеты с чечевичной мукой на топленом масле. У данного товарища подходит топленое масло, масло тхи. И это тоже очень часто. Если никакие молочные продукты не подходят, то возможно подходит сливочное масло. Вот мне подходит сливочное масло. Я могу спокойно применять как непосредственно сливочное масло, но еще лучше, если сливочное масло будет без белка. Это будет масло топленое, масло тхи, которое и идет у нас во всей аэрведе. Отключаем мы от сливочного нашего масла аэрведа, сразу говорит, будем заниматься аэрведой. Если вы уйдете от молочных продуктов совершенно и оставите только топленое масло, масло тхи. Значит, на второй день у нас будет котлеты с чечевичной муки и с кабачка. Очень вкусные. И я на прямом эфире показывала эти рецепты. И на второй день мы с вами говорим свекла. Она может быть у нас с чесноком или свекла в виде винегрета в небольшом количестве. Вот это у нас разнообразие. То есть мы данного человечка. Казалось, что у нас настолько сильно ограничена все-таки диета, но человек не голодный. Человек просто снизил рацион питания, ушел на те избранные продукты, которые перевариваются. И вот сюда у нас относится гранат. Гранат это продукт, который, к счастью, подходит большинству. Поэтому я всегда стараюсь написать, чтобы у нас, например, карп или морской окунь шел с гранатовым соусом. Человек принимал гранатовый сок два раза в неделю. И это будет оптимально для того, чтобы разнообразить меню. И вот посмотрите, у нас третий день. Первый получается картофельный день, второй свекольный день, а третий у нас будет день из капусты. Это может быть брокколи, это может быть белокочанная капуста или артишок, или это может быть цветная капуста. А вот четвертый день у нас реабилитированы практически помидоры. Говорят, помидоры очень вредны. Вредны очень малому кругу людей. То есть это все показал микроскоп. Поэтому вопросы по прайм-тесту я жду от вас в директ, в инстаграм. Но я думаю, что каждый уважающий себя человек, если он болеет, он знает, что болезнь связана обязательно и с рационом питания. Приводим себя в порядок. Всегда задаете вопрос. Это насколько? Не болейте и кушайте все, что хотите. Если у вас появилась проблема, значит мы должны вас ограничить по приему определенных продуктов. Вы восстанавливаете здоровье. После применения этой зеленой и красной зоны мы с вами переходим на вторую красную зону. И если эти продукты со второй красной зоны, которые мы ограничивали с вами, не приводят к появлению симптомов болезни, все-таки мы с вами всегда смотрим на симптом. Одна пациентка говорит, как хорошо Ольга Ивановна на диете, когда я ее применяю, у меня никогда нет головной боли. Как только я съем что-то с красной зоны, у меня тут же появляется головная боль. Головная боль – это ишемия мозга. Ишемия мозга – это увеличенные лифатические узлы. Увеличенные лифатические узлы становятся таковыми. Увеличенными, если у нас появляется язвенный гастрит, язвенный колит. Через язвочку продукты, которые мы с вами применили, которые не перевариваются, поступают в кровь, лимфатические узлы увеличиваются, ишемия мозга – головная боль. Некоторые пациенты мне говорят, они краснеют после еды, другие синеют после еды, третьи с головной болью после еды, у четвертых коленки не разгибаются после еды. И говорят, может быть, мне все-таки Ольга Ивановна диету примените? Я говорю, ну вот вы сами ответили на вопрос. Применение прайм-теста позволяет подобрать индивидуальную диету, убрать у вас симптоматику, а затем кушайте, что хотите. Желаю вам в жизни всегда иметь разнообразное питание. Просто не болейте и кушайте все, что хотите.